Друзья, всем привет! Это вы пожаловаете на канал На Пару. Сегодня у нас на повестке дня китайские чипсы Лэйс. В прямом смысле этого слова. Здесь максимально странные вкусы. Мне самой интересно все попробовать. Вообще, азиатский народ очень интересные люди. Специфически. Чипсы со вкусом йогурта, пудинга, огурца. Звучит очень, очень странно. Но они и да правда кушают, поэтому стоит попробовать. У них, как вы знаете, гораздо больше всяких китайских вкусов того же Кит Ката, Орео. Кстати, если вы захотите, наберете здесь 20 тысяч лайков, то мы перекупили еще кое-что интересное. Ну а сегодня Лэйс. И знаешь, что самое забавное? Мы не обозревали обычный Лэйс. Да, я знаю. Мы шли пойти с другого пути, не стандартного. Самое сложное будет разобраться, что со вкусом, потому что я взял сейчас случайную пачку. Там написано на китайском и на английском. Даже я на английском не понял, что там написано. Но будем пробиваться сквозь это, пробовать и скажем, есть ли смысл обычному европейцу пробовать такое. На цене, конечно, существенное. Если простая покупка чипсов такого объема простых, наших, стоит рублей 60, то это стоит 200. Ну это навариваются, это значит привозят. Нет, понятное дело. Но все равно, блин, те же самые чипсы. Сейчас мы узнаем, стоит ли вообще переплачивать. И возможно, это будет невкусно. Не, ну чаще всего то, что продается на массу, оно и рассчитано на вкус, чтобы нравилось всем. А вот такое более специфическое, если у нас не продается, я все-таки так полагаю, что значит она и очень узконаправленная. Не всем понравится. По порядку? Давай, они все странно непонятные. Это итальянское красное мясо. Это фарш, типа. С фаршем, да. Это типа баланьес, да? Да, я думаю, да. Мне нравится, что у них рядом с логотипчиком еще на китайском лэй. Да. Я что-то подобное кушал, понюхай. Похоже на бекон, мне кажется, или еще что-то такое. На шашлыки. Ммм, кстати, неплохо, мне нравится. Приятный вкус. Много специй. Но при этом не ядреный. Да. Он такой отчетливый, понятный вкус. Нежненький. Да, нежно. Вот такую пачку я бы съела. И мне кажется, на нашем рынке такое бы тоже зашло. Но вот баланье с мясом я угадать не могу. Это типичный бекончик такой, но очень приятный. Это восьмерка от меня. Да, это согласно тебе полностью. Это не кажется чем-то странным, это кажется вкусненьким. Советы. Выбирай следующее. Давай по порядку будем идти. И это с йогуртом. Так йогурт, если он без добавок, он побольше сейчас такой пресноватый. Мне интересно, как это будет с чипсами. Чипсы поесть солененькие, а здесь с алкалатки вкусу йогурта. Странно пахнет. Все, началось. Это запах испорченного йогурта. Ну да. Очень странно. Ладно, я попробую первое. Специально самое маленькое взяла, что нашла. Испорченный йогурт? Это очень странно. Реально в прямом смысле, как будто взяли чипсинг и окунули в йогурт. Не в первой свежести. Правда, может быть, это на подсознательном уровне мы себя напугали, но вкус немного прокисшего молока такого. Да, да. Я, наверное, больше не буду. Нет, спасибо. Это очень странно. Нет, давай в другую сторону, что точно не советую. Мы убираем. Прямо туда сразу. После йогурта что идет? Огурчики. Черт, не сварение нам сегодня обеспечено. Маринованные хоть или обычные? Мне кажется, это обычные по внешнему виду. Обычные. Возможно, соленые. Значит, они должны освежать. Ты представляешь чипсы с огурцами вообще? Вообще да. Как приходят в голову такие сочетания? Ну смотри, на дачу ты накладываешь на стол шашлык и так далее, чипсы открываешь и ешь вместе с огурцами. Знаешь, чем пахнет? Рыба. Ну или мне кажется, или васаби каким-то. Я не могу сказать. Давай, твоя очередь. Это не рыба пахнет, это, знаешь, сушеной рыбкой. А еще я заметила, что упаковки другие на ощупь, не такие, как у нас. Так. Есть вкус огурца, она послевкусия, я бы даже сказал. Это конкретный вкус огурца. Это очень странно, очень-очень. Но оно не мерзкое. Оно не мерзкое, просто, ну правда, вот вы едите как будто чипсы, представьте, простые, соль, и задайте сверху огурцом. Вот такой вкус. Но это получше будет йогурта. Но я больше не хочу. Я тоже, я сюда дальше опустила. У тебя какая-то неудачная рука, не везет. Давай я открою. Ну да. Вот мы не можем разобраться, что это. Перцем должен быть черный перец с... Цитрус-юдзо. Понятно, почему мы не разобрались, потому что я такой фрукт даже не знаю. Цитрус-юдзо с черным перцем. Наверное, что-то местное тоже. У! Да? Реально цитрусом пахнет? Очень страшно. Как будто зашел в кальянное заведение. У нас теперь все сыр с кальянами. Ну как тебе? Они такие жесткие. Я не люблю грейпфрут. Это похоже на грейпфрут. Причем они такие остренькие, перец. И ядреные. Да, очень странно. Мне кажется, вот это очень на любителя. Ну не на такого большого любителя, как с йогуртом. Не, вот это прям, знаете, если вам понравится, то вы влюбитесь в них. Здесь либо ты их полюбишь, либо они тебе не зайдут. Вообще интересно, как пошло в голову сочетание перца с цитрусом. Мне кажется, кто-то на кухне что-то запортачил, засыпал фрукты. Давайте попробуем. Вот так сойдет. Ну короче, вот это я бы поставил посередине. Это интересный вкус, но мне не понравился. Я просто не очень люблю перец, причем в таком большом количестве. Мне остро все это. Тебе тоже? Я хотел сказать, что мне... Давай дальше. Эти чипсы нас убили, можно назвать. А это слаймом. Но уже без перца, возможно, будет получше. И они еще плохо открывают, из-за того, что жесткая упаковка. Ну в этом и плюс есть. Ну слаймом. Ну хотя бы не врут. Помнишь, мы тогда пробовали там коктейль со вкусом баунца? Они вообще не были похожи. А эти не врут. Причем все. Мы же текилу запихали. Ты права, прям для текилы чипсы. Мне понравились. Странные очень. После этого это лучше за сегодня. Интересность их в том, что здесь сладковатый привкус. Да это лайм, это чисто такой кисло-сладкий лайм. Да, но он не портит. То есть, если, например, йогурт с чипсами сочетается, то здесь, как ни странно, вкусно. Мне нравится. Пока из всех странных вкусов это самый топ. Вот это я бы советовала. Ну вот это было лучше. Ну это же типа типичнее, мне кажется. Базару ноль. Все-таки у нас слайм не продается. Представляешь, приходишь, такой мужик пиву себе берет, чипсы слаймом. Лай с слаймом. И знаешь, это в корону опускает. Да. Блин, точнее. А если закусывать корону слаймом? Топ. В общем, это топ. Однозначно в эту сторону. Давай, бери. Яблоком зеленым. Мы яблочки любим. Это слива, по-моему. Так, отбой, это не яблоко, это слива. Сливы я уже не очень люблю. Причем, интересность в том, что это странно рисует всякие фрукты, что не понятно даже, что это. Это сливой пахнет. Прям бабушкины слива. Блин. Блин, хороший у них, видимо, ароматизатор. Вкусопередача, да. Вот не самый яркий вкус из того, что мы сегодня трогали. Но он сладенький. Вообще, послевкусие есть. Я не сказала, что это мерзко и что это очень вкусно. Это съедобно, это, в принципе, нормально для наших вкусовых рецепторов, но на любителя. Но здесь, правда, послевкусие. Прямо вот, когда ты в конце уже облизываешь губы. Нет, сначала тут чипсы. Стандартные картофельные чипсы. Да, потом уже сливы есть. Ну, неплохо. Я вот к этому бы поставила. Но имеет место быть. Имеет, имеет. Это хотя бы съедобно и мерзким не кажется. Та-ра-та-та-та-м. Это васаби. Я даже роллы без васаби ем. Я предполагаю, что должно быть остро. Ну, кстати, не остро. Это с водорослями еще и васаби. Ну, классно. Не с варенья желудка. Все ради вас, все ради контента. Если вы любите морскую капусту, то это для вас. Но это опять-таки на любителя. Я просто люблю морскую капусту, и мне это кажется вкусным. Не знаю, мне это напоминает краба. Тоже имеет место быть, я считаю. Неплохо. Но васаби я не очень чувствую. Больше морскую капусту. Они не острые вообще. Вот правда, как будто посыпали сверху, вот как здесь нарисованы, да? Приятный вкус. Я бы поставила все-таки вот во вкусную ячейку. Нормально. И, честно, мне они понравились больше, допустим, вот предыдущих. Они прям хорошенькие. Здесь вкус более ярко выраженный. Сладость все-таки не так отдает, как, например, в цитрусе. Рецепторы вообще офигевают, когда это все пробуешь. Потому что ты привык к чипсам, к каким-то банальным вкусам. Ну, для нас банально. Ты пробуешь и не понимаешь мозг. Так вот, ты мне заснулся, почему они острые или соленые, или сладкие. Ну, короче, круто. Мне нравится. Но знаешь, есть некоторые вкусы, которые, мне кажется, не очень популярны на Востоке. Те же самые соленые огурцы. У них это не очень распространено. Или лисички, какие-то шампиньоны. Как то, что мы любим. Или раки какие-то. Но все равно, что бы вы ни купили, будет лучше, чем йогурт. Просто понюхай. Да, испорченный йогурт, протухший. А я не стал нюхать. Давай дальше. Последний. Последний у нас. Сыр со вкусом пудинга. Причем они другой формы. В форме сердечка. Но это тоже лейс. В Японии и в Китае есть лейс разный в виде. То есть не просто в форме чипсов стандартной для нас. Но, например, вот такой решеточкой. Сейчас проверим, насколько нас обманули. Это правда так внутри. Ой, пахнет не очень, как по мне. Прям сердечко. Блин, ну хотя бы не обманули, правда, сердечки. Но это не чипсы. Вы меня простите, это не чипсы уже. Это крекеры какие-то. Да вкусно. Мне не нравятся. Тебе понравилось? Они очень сладкие. Вкус такой пирожка какого-то. Нет, нет, нет. Но это не чипсы. Имеется в виду нестандартные чипсы. Но неплохо. Пирожок. Пирожок такой. Они какие-то кажутся очень плотными, очень сытными. Я вот один съела уже так хорошо. Просто ты до этого попробовала по пачке, из пачки каждой, и все. Это уже тоже, как я, и есть не хочешь. Но вообще странно, что почему вот такие вот в форме сердечки заводятся на наш рынок. Возможно, с другими вкусами тоже есть. Мне кажется, не зашло. Я прям представляю, как инстателочки там, знаешь, пофоткаются. Да. О, смотрите. Так, сердечка, так, так. Покупайте лей. Или вот знаешь, малыш, это для тебя. О-о-о. Ну, это имеет место быть, но мне кажется, они приторные. Ну, я посередине бы поставила. Это съедобно, это на любителя. Я просто сладкое вообще не очень люблю. Я думала, будет более мерзкое вообще все. Да нет, вкусы у них классные. У них реально классные аромки, потому что пахнут приятно. Чаще всего на вкус совпадают. Я очень боялась, что правда получилось так, как было с напитками, молочными коктейлями. Вот таким M&M Snickers, который вообще не чувствовал разницы. Просто был шоколад. И я думала, что будет просто чипсы, чипсы. Но нет, правда, все очень ярко выраженные. Ну, за исключение, возможно, сливы. Но и то, она чувствуется просто не так ярко. Ну, это самое вкусное. Убедись в этом. Ну, это стандартно, потому что для тебя. Нет, потому что они вкусные. Но все равно, это привычно нашему. Я все-таки считаю, что, наверное, самые вкусные были с васаби. Мне такое нравится. Ну, каждому свое. Напишите в комментариях, если вы пробовали, и где вы такое нашли. Потому что мы пол Москвы объездили. Ты себе забираешь этот? Да. Доедаешь? Вообще, я приятно удивлена. Все было вкусненько. Поэтому, если у вас есть возможность, то вы попробуете. Отпишите в комментариях, как вам, что вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну, и оставайтесь с нами на пару веселей. Пока!